Всем привет! С вами Кунанова Аня и я продолжаю видеоблог про YouTube для тех, кто желает снимать видео во сколько захочет и постить его тогда, когда самое актуальное время. Конечно, самое актуальное время для постов с YouTube это где-то с 10 до 12 дня и примерно с 5 до 10 вечера, максимум до 10, лучше всего до 9 по тому времени, по которому вы живете. Да, понятно, что если вы проживаете в России, а у вас много подписчиков, к примеру, с Казахстана или с Новосибирска, а у вас московское время, то понятно, что плюс 4, плюс 3 часа идет разница и там уже как бы не подгадать. Но нужно обязательно подстраиваться под основную массу, если вы на самом деле решили раскрутить свой YouTube канал. Итак, первое видео я опубликовала, открыла доступ, вот, далее, значит, идет второе видео и вот последнее видео. Обработка завершена. Я загрузила несколько штучек и сейчас мы с вами будем нажимать раздел еще. И вот тут вот вместо, да, то есть, во-первых, добавляете, да, то есть, у меня это идет от Юдашкина и Ахмадулиной ролик, да, то есть, и я могу нажать сейчас на данный момент, после того, как я его переименовала, так, минутку укатилась нечаянно, да, видите, я роликов очень много выложила и получается, что, да, то есть, вот тут вот я открываю на доступ, какой я хочу. И тут вот есть по расписанию, но так как я его уже опубликовала, да, посмотрите, специально вам показываю, по расписанию уже не получится, то есть, вы можете закрыть этот ролик, можете сделать доступ по ссылке, можете сделать открытый доступ, да, но по расписанию у вас уже не получится, да, но вы можете дописать теги, да, допустим, коллекция, да, давайте напишем коллекция, да, вот вы написали коллекция и нажимаете Enter, значит, Enter нажали и у вас уже появилось это ключевое слово. Смотрим следующее видео, вот, да, то, вот смотрите, оно идет не переименованное, это парные ароматы бомонт, так как я у меня в основных загрузках уже аннотация сделана, да, регистрация на сайт и так далее, заглавие сделано, да, по умолчанию и все теги по умолчанию прописаны, да, то есть я теги дописываю бомонт, бомонт, да, то есть и, допустим, еще можно написать парный аромат, парный аромат, ну и фаберлик написано, можно написать духи, далее можно написать парфюм, ой, минутку, ошибку сделала, так, сейчас удалим тег и напишем парфюм, значит, что если у вас тут в принципе лишнее, вы можете поудалять прямо из середины текста, да, если вам захочется и написать еще какие-нибудь теги, далее вы можете выбрать также более-менее интересную фотографию, вот, ну, мне кажется, мужчина, да, это тоже интересно, да, такой взгляд из-под лобья прикольный, и вот тут вот в доступе вы ставите по расписанию, по расписанию и, конечно же, смотрим на время, сегодня 26 декабря и понятно, что если у вас будет по одному ролику в день, то ваш ютуб будет лучше раскручиваться, чем у вас будет 10 роликов за один день, люди их 100% не посмотрят и потом 10 дней затишки и нет наоборот ни одного ролика, да, то есть нужно, что соцсети постить постоянно, но не кучей, да, один за одним, да, вот там 20 постов вы постили, 20 дней тишины у вас, да, нужно постить, если у вас 20 постов есть, то вы должны распостить примерно 2 поста в день, да, вот как минимум 2 поста в день и то же самое ютуб, 1-2 видео в день больше просто не нужно, вот, иначе вас просто смотреть не будут, так, сегодня уже 26 число, 26 декабря и я ставлю пост примерно на 10 утра, да, вот этот пост я ставлю на 10 утра и переименовываю видео, да, то есть парные ароматы, кавычки, бомонд или бомонд, я так и, если честно, не поняла, так, бомонд, и вот сейчас я ставлю, да, то есть добавить в плейлист, у меня уже плейлисты есть, созданные, мы с вами чуть позже создадим видео, да, и у меня есть ролики от компании Фаберлик, так, как этот ролик создавала компания Фаберлик, я обязательно туда его и вношу, и вот нажимаете опубликовать, и у вас сегодня в 10 утра, даже если вы будете отсутствовать, даже если вы будете спать, все что угодно, у вас ролик опубликуется именно 27 числа в 10 утра, нажимаете опубликовать, у вас есть объявление, что редактировать, что видео будет опубликовано, следующий ролик можно опубликовать уже 28 числа, а также в 10 утра, да, давайте же его посмотрим, что это за ролик, да, и назовем его, сказано, как девушка одевается, яркую одежду, да, можно написать, яркий, стильный образ, яркий, стильный образ, да, к примеру, вот так вот, и когда вы уже это все напишите, можно поставить восклицательный знак, пробел, и после этого, конечно же, что вы тут делаете, вы можете написать хэштег юбка обязательно, далее хэштег кардиган, там был, да, кардиган, блузка, блузка, ну, рогов, юдашкин, тут все есть, да, блузка, и можно написать туфли, да, туфельки, тоже enter, хэштеги у нас с вами прописаны, все переименовано, да, и также добавляем в плейлист ролики от компании Фаберлик, конечно же, и доступ по расписанию, тут 27-е, значит, тут у нас с вами будет 28-е число, да, то есть ставим 28-е, и у вас каждый день по какому-то видео интересному будет, да, вот, допустим, 10 утра, все, и сейчас идет сохранение предварительной версии, вот, также можете выбрать, какое изображение более интересное, да, может быть, вот девушку в движении, вот, выбрать, и тогда у вас снова будет сохраняться новое движение, и потом вы нажимаете опубликовать, вот, опубликуем, этот ролик, допустим, мы будем до 29-го числа, да, опубликовывать уже, так, минутку уехала, также мы в хэштег ставим, что у нас там будет, да, платье, туфли, да, туфли, нижние, так, минутку, ошибка, нижнее белье, ну, и так далее, и смотрите, что тут, допустим, еще есть, да, то есть можно еще написать жилет меховой, и убрать лишние теги, которые вам не нужны, я вот лично, ну, если честно, очень редко убираю, вот, жилет меховой, да, то есть вот так вот здорово, вот так вот классно, я думаю, что лучше поставить девушку, вот, в меховом полушубке уже готовый образ, и, конечно же, опять-таки добавляю в тот плейлист, который мне нужен, это ролики от компании Фаберлик, да, понятно, что если я выгружаю ролик по работе, то работа вебинары проекта, если я выгружаю ролик по продукции, да, свой видеообзор, или, допустим, Валентина Оломская или Даша Пахильчук провели вебинар о продукции, да, то есть я ставлю вебинары, обзоры по продукции, да, и не добавляю в работу уже, то есть таким вот образом, и вместо открытого доступа я обязательно ставлю по расписанию, опять-таки, если 28 декабря у нас уже было, то есть мы выбираем 29 декабря, да, вот так вот, 29, и также можно выбрать время 10.00, пожалуйста, вот, выбрали 10.00, нажимаете опубликовать, и вот так, в принципе, каждый свой ролик, да, и не забывайте, что в предыдущем видео я вас учила делать минимально эту подписку хотя бы на канал, да, не забываем, нажимаем, нажимаем на видео, это очень легко, это несколько секунд, что-то у меня ночью видео плохо грузится, да, я тут ставлю паузу, она у меня без звука сразу же, сейчас прогрузится, бывает иногда, что долго, и тут внизу есть редактировать, да, и вы через редактор уже добавляете обязательно, да, и завтра, допустим, в 10 утра вам нужно сделать так, чтобы как можно больше зрителей этот ролик увидели, да, в течение двух часов, если у вас будет 100 просмотров в течение двух часов с момента выгрузки, то вы, конечно же, будете уже повыше в поисковике на ютубе, вот, значит, что мы делаем, нажимаем изменить видео, вот, уже 14 раз успели посмотреть, хотя я его ночью выгрузила, видите, а днем бы посмотрела, может быть, человек 50 бы уже, да, вот, и что тут нужно, во-первых, нажимаете конечная заставка и аннотации, не забывайте никогда об этом, оно у вас сейчас прогрузится, и минимально, что тут нужно сделать, а, слишком короткое видео, да, конечной заставке можно добавлять только видео не короче 25 секунд, ага, вот этого вот я не знала, ну, что ж, ничего страшного, у нас есть видео и 40 тут секунд загружены и так далее, ну, и, в принципе, вы можете посмотреть предыдущий ролик, да, и вот таким вот образом можете сейчас наблюдать за моим ютуб-каналом, у меня выйдет 30, 31 и 1 числа, да, и можно даже посмотреть, кто 1 числа сидит на ютубе, да, вместо того, чтобы спать, да, и также будет 2, и 3, и так далее, то есть, в принципе, очень мне понравился этот отложенный постинг, когда я ездила в Доминикану, я наснимала обзоров заранее и через день их поставила на отложенный постинг, и мне очень часто спрашивали, да, в личку, что, Аня, скажи, пожалуйста, как так, ты там, и ты вообще не отдыхаешь, у тебя на ютубе ролики, у тебя в плейлисты директора добавляют видео про работу, то ты вообще отдыхаешь, ты вообще, да, то есть, а я, если честно, ютуб просто делала там прямые трансляции, где я в бассейне, еще что-то, да, и у меня, получается, мои трансляции плюс публикации моих заказов, которые я сняла предварительно, но сделала по отложенному постингу, но не дали зрителям меня забыть, то есть, смотрите, фишка какова, вам нужно, чтобы вас полюбила определенная ваша аудитория, всем 100% нравиться вы не будете, да, кого-то бесит успех, кого-то бесит, когда люди там мямлят что-то под нос, да, кого-то бесит, что мы там не говорим артикулы, там еще что-то, то есть, кого-то бесят полные люди, да, вот я полный человек, да, у меня фигура как бы крупная, да, кто-то любит смотреть красивых, стройных, а кому-то вот интересно, допустим, как я, 46-48 размер, посмотреть, как одежда выглядит, да, то есть, вас будет смотреть, ваша целевая аудитория, если вы снимаете обзоры, если вы, допустим, не любите запах, к примеру, там, смородины, да, или там запах шоколада, да, то уже такие люди на вас не будут подписываться, если вы в видео скажете, что это не ваш аромат, вы его не любите и терпеть не можете, да, то есть, они поймут, что вы их любимые продукты уже не заказываете, да, то есть, вот таких вот роликов по наполнению ютуба мало, больше всего роликов, конечно же, должно быть по бизнесу, как вы выросли, сколько людей в вашей команде открыли звания, как вы их поздравляете, да, то есть, поздравительную, сделать поздравительный ролик, поздравительную планерку, поздравительное видео, да, то есть, самое главное, не стесняться самопиариться на ютубе, чем агрессивнее вы самопиаритесь, тем лучше, и самое важное, это пополнять минимально одно видео в день, да, то есть, сейчас у меня на новогодние праздники, я сниму, конечно же, видео, мне еще придет обзор 28-го числа, мне придет завоз, я, конечно, немножко подрастроилась, потому что 28-е число, это уже вообще у меня гости начинают съезжаться на Новый год, вот, поэтому все равно я его сниму, но я не знаю, когда я буду постить, может быть, я сделаю отложенный постинг на 3-е число, потому что мне кажется, что 28-го числа никто уже смотреть не будет, вот, поэтому смотрите, будьте в тренде, будьте в теме, и не выкладывайте больше 3-х роликов в день никогда, даже если вы снимаете 10 роликов в день, то лучше, хорошие, глубокие, обучающие ролики тогда делать с доступом по ссылке, иначе вы просто завалите свой YouTube и вас смотреть не будут, да, вас смотрят разные люди, но те, которые нажали на колокольчик, они получают оповещение, представьте, вы ежедневно, допустим, будете получать 3 оповещения в день, а у вас будут ролики от, допустим, 20 секунд, да, до полутора часов, да, смотря какой ролик, им это будет все, ну, в принципе, не особо интересно, вот, поэтому будьте внимательны к своей аудитории и не заваливайте ее, то есть на 30-е число, да, вот я, к примеру, сделаю по расписанию только одно коротенькое видео, да, к примеру, и потом уже 31-го еще может что-то запощу, но не, конечно же, уже 1-го числа, скорее всего, ну, сделаю пост, но все равно, мне кажется, что вот очень мало зрителей, и вот такие вот легкие ролики можно легко, ну, как бы, постить такие вот праздники, вот, да, допустим, я знаю, что этот ролик про подарки, также добавляю подарок, добавляю в плейлист, потому что это от компании Фаберлик, ну, и вы знаете, еще очень важно в тему, да, то есть давайте напишем Рождество, потому что 30-го числа я выкладываю про подарки, это значит, что нужно сделать подарки на Рождество, да, то есть Рождество у нас с вами 7-го числа по России, да, и поэтому видео сразу становится актуальнейшим, да, то есть если бы вы сделали это видео подарки на Новый год и поставили бы тут теги Новый год, то оно бы уже не сработало, потому что 30-го числа никто вам не ринется покупать, да, вот таким вот образом еще. Ну что ж, разговаривать я могу долго, я могу вообще хоть весь день записать, как я работаю, как мне интересно, это все я выясняла методом тыка, натыкивала и так далее, поэтому, конечно же, мне очень-очень нравится работать в интернете, это мое, когда я сижу дома и хорошо зарабатываю, без начальника понедельника, будильника, вы мои начальники, вы мои двигатели, я вижу ваш рост и мне хочется расти еще больше и больше, еще выше и выше, потому что вы наш двигатель, двигатель нашего проекта, вот, и, конечно же, все это мы с вами делаем специально для вас, чтобы вы смогли легко и просто нас повторить, и, конечно же, наша мечта, чтобы вы нас повторили, чтобы у вас так же все, как у нас получилось, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, потому что ваши вопросы нас наводят на мысль, что вы все-таки обучаетесь и что вы все-таки хотите, чтобы мы вам помогали, хотите, чтобы мы вас обучали, хотите, чтобы мы вас направляли, понимаете, нам бы это было очень важно знать, вот, поэтому подписывайтесь на канал, конечно же, можете ставить лайки и обязательно пишите в комментариях, какие бы вы еще видео хотели, чтобы мы для вас сняли, вот, лично мне очень важно сейчас, чтобы вы, чтобы вы вот могли легко, так, тут, наверное, надо попозднее вечером, да, 16.30 опубликую, чтобы вы могли, как вам даже сказать, максимально быстро и максимально просто нас повторить, чтобы вам было легко, поэтому обязательно пишите, и мы, конечно же, будем делать для вас все, и не забывайте, что с нового года, 2018, после праздников, после 10 января, у нас с вами уже начнет стартовать потихоньку новое обучение, поэтому не пропустите, не проспите, мы будем рады вас обучать, всех целую, всем взлет, всем вершин, всех новых достижений, всем желаю квалифицироваться на Турцию и, конечно же, самым сильным желаю квалифицироваться на Бали.